Всем привет! Меня зовут Белянина Анна Владимировна, я являюсь профессиональным клиническим психологом и на ютубе начала записывать видео о своем диагнозе острый мелобластный ликоз рак крови. Недавно, несколько дней назад, было ровно два месяца после трансплантации костного мозга. Чувствую себя, тфу-тфу-тфу, прекрасно, хорошо, с каждым днём, с каждым маленьким шагом всё лучше и лучше. И сегодня я хотела бы поднять очень важную тему, как поддержать человека, у которого тяжёлое заболевание. Тяжёлое заболевание — это в основном онкология. И, в общем, сегодня поговорим об этом. Знаете, я не дам вам инструкцию «как», а дам вам информацию, а вы, послушав её, сами для себя поймёте «как». Напоминаю, что я являюсь профессиональным клиническим психологом, работаю в модальности транзактного анализа, обучаюсь на транзактного аналитика международного уровня. Поэтому сегодня я буду говорить со стороны своей профессии. Не как уже пациента, а уже как профессионала, который прошёл это на своей шкуре. Итак, хочу раскрыть сегодня детское эгосостояние, нашу детскую часть, потому что именно она выдвигается на первый план во время болезни человека. Наше внутреннее эгосостояние отвечает, да, вот, ребёнка. Она отвечает за чувства, эмоции, потребности, про все вот эти вот эгосостояния. У нас есть эгосостояние взрослого, ребёнка, родителя. Вы можете почитать в моей уже запрещённой соцсети. А я запишу об этом видео чуть позже, да, вот об этих всех эгосостояниях. А сегодня вот про ребёнка поговорим. Я надеюсь, все понимают, да, о чём вот это вот состояние ребёнка. И, знаете, вот очень важно во время болезни увидеть этого ребёнка в человеке, да, который болеет, который сейчас в недуге, который уже взрослый, увидеть этого ребёнка и услышать, чего он хочет. Приведу в пример себя. Вперёд моего лечения можно было увидеть такого естественного ребёнка, который достаточно вот каким-то милым словом обогреть, подарочек дать. Да, подарочки, это вообще я очень люблю, вот моя детская часть очень любит подарочки. Да, вот порадовать меня вот так вот, и я довольна. Можно двигаться дальше. Да, вот тоже вот в соцсети я писала подробный пост про мою мотивацию, про моё вот это состояние, что вообще меня двигало, что меня поддерживало, что меня заставляло оставаться здесь. Потому что действительно, да, вот эти вот тяжёлые состояния, когда можно уйти, они, естественно, присутствовали. И это нормально. Так, что? Сейчас чуть-чуть, вот хочется везде вот куда-то вот в ответвление уйти. Но вот продолжу. У нас получается, да, и вот в этом естественном ребёнке также есть и гнев, да, и тревога этот ребёнок испытывает, но достаточно быстро может исчезнуть вот с помощью какой-то хорошей шутки, прикольного рассказа, да, например, от друзей или близкого человека. Что произошло за последнее время, чем-то, чем можно посмеяться, даже вот находясь в так себе состоянии. Да, меня это очень вытаскивало. Опять же, привожу пример с себя. Шутки, я шутила постоянно. Они прям вот меня... Они как и защитная реакция иногда были, и это нормально в таких ситуациях. Да, и вот они меня подбадривали. Например, сейчас тоже вспомнила такую ситуацию, когда вот мне... У меня упали все показатели, у меня начался панкреатит, меня бесконсервировало, мне было просто плохо, я не могла даже воду пить. И вот меня врачи повезли на каталке на гастроскопию. Держало меня четыре врача, да, и пятый делал у меня гастроскопию. Это было ужасно, больно, неприятно, ну, фу, мерзко, сами понимаете. Вот, и когда уже все вынули, мой врач идет на меня голову, гладит меня, а я просто ржу. Я говорю, там еще проругалась так матом, я говорю, пиздец. Я говорю, кусок кожи отрезали, шланг мне посували, что еще? Я говорю, давайте, на все готово. И это все вот как-то звучало в виде шутки, все посмеялись, сказали, надеясь, ничего больше не будет. Ну, в общем, вот все-таки это все дело подбадривает. Окей, поехали дальше. Сейчас, секундочку. Есть люди, у которых активен бунтующий ребенок. Они, как правило, да, вот этот вот бунтующий ребенок, он, как правило, недоволен, всех винит, много жалуется, разочарован жизнью. Вот достаточно много негативных этих эмоций. И кажется, что даже лишнего слова такому человеку не скажешь. Но все же это детское эго-состояние, и, значит, ключ к нему тоже есть. Его вот постоянно критикует внутренний родитель. Поэтому тут важно обратить внимание на заботу и поддержку куда больше, чем кажется. Очень много таких пациентов, очень много таких пациентов и повидала, и с медперсоналом, да, когда общалась, мне про таких очень много рассказывали. К сожалению, именно такой тип людей чаще уходит. Потому что вот его просто загрязает этот внутренний родитель, да, вот своим подавлением. Постоянно он его подавляет, подавляет. Лучше он, знаете, вот как он думает. Лучше я умру. Лучше я уйду, чем вот это вот все терпеть. Так, дальше у нас идет адаптивный ребенок. Адаптивный ребенок, это, знаете, такие частые сомнения в себе, боязнь, тревога. Страшно что-то сделать не так. Страшно вообще что-то сделать. Да, мне тоже приходилось за такими наблюдать, которые шагу боятся сделать без врача, без родственника, что-то лишнее скушать, что-то сделать. Хотя у них все более-менее. И по анализам более-менее, и по состоянию, но все равно им вот так вот все время страшно. Я бы сказала, такая, знаете, чрезмерная боязнь всего. О, да, а вдруг сейчас жизнь как накажет, как меня сейчас внутренний родитель накажет, как мне по башке отдаст, как пронесет меня, да. Такому ребенку надо больше разрешений. Надо ему больше разрешать. Съешь банан. Можно, можно, ешь банан. Да, можно что-то там сделать, скушать. Кстати, знаете, вот по поводу еды. Вот опять я ухожу. Вот эти вот ответвления. Я сейчас вот второй месяц, два месяца после пересадки, я сейчас прям так хорошо питаюсь. Я мы и овощи, и фрукты свежие, конечно, все кипятком обрабатываю. И, правда, дома все готовлю. Даже вот фастфуд мне очень хочется. Бургер, пиццу. Я просто еще на плиту сейчас смотрю и вспоминаю, что я такое готовилась. Пасту сливочную. Это все я делала и все ела. Все очень-очень вкусно. Как видите, жива-здорова. Так, что еще? Есть еще вариант, когда у человека, знаете, вот гипертрофирована детская часть. Казалось бы, что она гипертрофирована. У больных она проявляется чаще заботой не о себе, а о других. Вот они лежат и названивают всем детям, всем супругам, всем родителям, всем знакомым. Да, вот особенно супруги и дети. Вот это вот вообще топ. И контролируют их. Дают задания, что делать. Потом спрашивают, делал ли ты это или нет. Там кажется, что преобладает такая родительская часть. Все для них, а на себе сэкономили. Но надо понимать, что это такой ребенок в родителе. И его радуют эти выполненные задания. И что все под, как бы, его контролем. А чуть что не так, чуть что не выполнили, уезжают в реанимацию. Такого я тоже навидалась. К сожалению, да. Особенно, помню, лежала с женщиной, у которой случился рецидив спустя полтора года. И вот она постоянно названивала своей дочке, постоянно названивала своей маме, спрашивала, что они делают. Помыла ли она пол, вымыла ли посуду, сделала уроки, сходила ли туда, погуляла с собакой. И постоянно она вот на стрессе. И вот я ее спрашиваю, я говорю, слушайте, ну как вы думаете, из-за чего у вас случился рецидив? Она говорит, у меня была такая стрессовая ситуация. Такая стрессовая ситуация. У меня там дочка не выполнила задание, я так нервничала. И, да, тоже из моего опыта, общения с другими пациентами, стресс, он провоцирует, да. И вот чем больше вот этого ребенка в родителе, вот этого вот самого контроля, который вроде бы все выполнено радостно, а когда не выполнено стрессово, вот он все очень сильно таки подпорчивает. Вот. Подпорчивает. Вот. Подхреновывает. В общем, вы поняли. И итогом является то, что ответьте просто себе на вопрос по отношению к человеку, который болеет, находится на лечении. Как вы можете поддержать именно этого ребенка? Что вы можете ему дать? Да, вот это вот здесь вот главное, этого ребенка и увидеть, и почувствовать, и спросить себя, что я могу сейчас ему дать? Да, то есть у нас получается, давайте так вот подытожим, это естественный ребенок, которому, знаете, можно и подарочек дать, и словом обогреть, и все его хорошо. У нас есть бунтующий ребенок, который недоволен всем и вся, всех винит, все у него плохо, который негативен. И вот здесь очень важно, вот, знаете, здесь вот это, наверное, такой самый сложный ребенок, потому что ему очень сложно угодить, и казалось бы, ему ничего не надо, а на самом деле ему больше всех надо. Да, адаптивный ребенок, который во всем сомневается, и вот такая вот гипертрофированная детская часть, где преобладает, так вот, посмотрите, со стороны родитель. И вот, еще раз повторю, увидеть, почувствовать, спросить себя, а если вот прям совсем не уверенно, спросить, может быть, да, этого самого близкого человечка, который сейчас находится в трудной ситуации, как я могу тебе помочь, что мне для тебя сделать? Просто вот, как правило, да, тот же самый бунтующий ребенок скажет, да ничего мне не надо, не надо мне ничего, или вот адаптивный тоже скажет, не надо мне. И родитель, да, вот эта вот гипертрофированная часть тоже скажет, ты лучше себе что-нибудь сделай, а мне не надо. Поэтому здесь важно вот чувствовать. Вот такие дела, такие дела, дорогие мои. Так что, прощаюсь с вами на этой замечательной ноте. Всем пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok